нам подождать пока руководитель придет добрый вечер меня зовут Андрей Ковушенский руководитель подразделения Слышно нормально да Смотрите там по итогам предыдущего сеанса общения руководству мы доложили есть видение о том что нужно уточнить определенные моменты в связи с этим как раз и было такое предложение чтобы пообщаться с вами еще раз первый вопрос который интересует в принципе я считаю он обоснованный то есть вот понятно что вы пока не готовы предъявлять те материалы которые по вашим словам у вас есть но я имею ввиду которые подтверждают коррупцию те ваши заявления да публичные которые вы делаете вопрос вы хотя бы можете сказать что это за материалы и какие факты они подтверждают то есть не предъявляя их а чтобы хотя бы какая-то была конкретика потому что я знаю что вы там как бы обижались можно так сказать наверное на заявление определенных там людей бла 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 там ссылки знаю пересылали но по факту без конкретики оно между нами говоря где-то так выглядит то есть вы можете конкретизировать в общих каких-то чертах по каким фактам у вас есть материал и какого рода это материал ну я же вам уже один материал давал по каноненко и центр энерго о том как выигрывались все тендера о том как каноненко да о том как каноненко забирал деньги то есть есть даже по моему там видео с камеры наблюдения как он приезжал к нам в офис и забирал есть вся переписка его как он там считал по расчетам ежемесячно плюс подтверждение куда завозить какие суммы чего и так далее и тому подобное у меня же с ними со всеми переписка порядка ну сколько они там два с половиной даже до того еще два с половиной трех лет я опубликовал только часть я опубликовал там одну из там смс подавал там условия 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 поставки на центр энерго получения там же он писал две тысячи гривен возвраты каноненко вот эти две тысячи гривен забирал себе хорошо вопрос такого рода значит эти деньги вы передавали наличными или были какие-то переводы нет наличными то есть по факту подтвердить это можно только вот этими смсками и тем что он посещал вас офис офис и там же есть я так понимаю есть же наши наблюдения и он получал эти деньги плюс машина его прямо под парадная подъезжала и ну пока не видно поэтому пакет он пакет и сумками он заберут нет мы с ним выходили вниз в этом потому что с другой с одной машины передавали друг но остальные у нас факты касается первого леса поэтому я же них нужно опубликовать не нужно надо говорить если вопрос идет просто о тихом закрытии там чтобы я все взял на себя я же не просто так берут на себя я просто готов там допустим это все подводить кому что у меня же себя заложники над которыми там издеваются я только из-за этого готов до вести разговор и сделки ну никто не издевается не издевается сидят люди больные что-то бьют зачем вы юристы избили непонятно я же видел там видео если он весь в крови для чего то ну юрист просто неадекватно себе вел заказа нападал на наших людей ну как он может нападать если его полиция везла домой за что его избили ну ладно мы можем об этом дискутировать я не думаю что это имеет смысл на самом деле ну просто так точно вы можете быть уверены я вас уверяю что просто так никому никакое физическое насилие не применялось потому что в этом абсолютно нет смысла ну человек в наручниках он мог на кого-то бросаться или что? а он не был наручниках когда он сказал что он наручниках? да я видео мне просто показали видео это уже потом его на него надели потому что он бросался на наших сотрудников поэтому пришлось на него надеть наручниках вот такая ситуация была ну какой смысл его избивать это глупо просто ну ясно хорошо то бишь есть факт Центр Энерго остальные факты вы пока озвучить не готовы ну я могу их озвучивать но у меня смотрите есть здесь сейчас не идет о публиковании мы же с вами общаемся да хорошо есть факт есть факт договоренности между Злочевским Порошенко и Душ я участвовал посредником между этими озвучивками есть факт подождите секунду уточните это была беседа это была встреча втроем у вас? нет была встреча моя отдельно со Злочевским и после этого то есть я ну он же находился в Дубае а я ездил между Дубаем и Киевом и вел перерыв между президентом и ей что необходимо Злочевскому было отдать чтобы сняли аресты с его компании и прекратили его там уголовное преследование просто я не знаю нужно это не нужно в общем что мне говорили что я раскачиваю ситуацию потому что там замешан президент и раскачивание ситуации это я думаю можно об этом говорить только в том случае если это все предает согласности мы сейчас уже об этом речь не ведем мы общаемся конфиденциально то есть об этом знает ну я детектив вот ваш юрист и все пока об этом никто не знает то есть хорошо